всем привет сегодня посмотрим очередную заброшено но маленькая лягушка тут бегает очередную заброшенную вызов начнем давайте с подвала может начнем можно подниматься потихонечку как всегда название я не говорю это по чесноку то уже третий объект сегодня но остальные два были вообще ни в каком состоянии поэтому и поэтому когда нечего снимать было там общается с лягушками здесь прям какое-то жилое помещение сделано умывальник есть печка на печь конкретная печь правда не на не поспишь место маловато здесь все засыпано когда-то были окна здесь не засыпано опять эти крюки лестница наверх но и разобрали я дрова наверно вот люк летает такие вот подземелья здесь в коридор я смотрю на потолок тоже в надежде что увижу летучую мышку потому что что-то как-то мне привычно уже что если мотыли летучие мыши спят но что-то я их тут не вижу место это довольно таки удаленная от саллина поэтому не думаю что тут много народу ходит ну конечно ходит вода лягушка еще одна маленькая и побольше он сидит тут они скорее всего погибнет зря сюда забежали ухты здесь прям котельная сделано такой расширительный бак здесь печка с дымоходом и ванна стекловолокна здоровая ванна хрен знает сколько тут литров пара тысяч тысяч пятнами литров непонятно тут какая-то же ровни еще одна купель у того же лягушка сидит здоровая а ну тут их много 4 5 там еще маленькая и он еще одна короче много тут лягушек не зачем-то сюда забредают но тут они обречены спасать всех я конечно тоже не могу хотя и хочется еще один вход пойдем пройдем дальше там остатки конденсации что ли кованая дверь бочка кстати еще немецкая по моему если не ошибаюсь мне кажется еще немецкая своими бочкой кто-то пытался подлатать трубу здесь еще одна разобранная печь умывальник заложено ой здесь прям банька такая ну да кто там сидит паришься уже бак еще один парку то поддай холодная баня ну можно сказать что как будто этим не так давно пользовались интересно а поэтому пятнадцатый год так ну что пойдем на первый этаж тут все плохо конечно дождь капает батареи даже сохранились где-то смотрите как это красиво как выглядит какой-то готический собор и по всему я уже в новое время пытаюсь перестроить целикатный кирпич почему-то бэушный здесь складирован непонятно то ли разбирали то ли наоборот сюда привезли и пытались как-то восстанавливать так то она в принципе построена из красного глиняного кирпича силикатный а ну вот еще то есть своды делались из красного кирпича а стены по ходу из известняка там вообще нарский блок пеноблок как они там называется это вот эта вот лестница которого разобранная была снизу это главный вход наверное здесь был немножко хэрэда напоминает помнишь как она видела не я не помню они все у меня смешались в голове я уже так их по отдельности не помню вот эти полы кстати еще оригинальная постройки еще сохранились да вот главный вход зацениться какая весь лестница была балкона уже нету конечно ведет маленький дождик вот она лестница и там вот она тоже продолжалась и шла куда-то туда вот здесь походу подъезд для карет был видишь здесь подъезд для карет он просто пешеходный такой спуск не ягодки эти времена уже ушли пойдем дальше что еще ждет интересно чего это остатки то ли колесо то ли понятно может зеркало вот мы пришли к той стороны будут эти все как комнатки по правую руку еще все пройти да тут что-то натаскали хотели что-то делать из них перекрытия наверно хорошие бревна здесь положу птичье гнездо она откуда-то упала но на старый уже это здесь писал лоль дурак кирпичах зачем может дурак тот кто прочитает это здесь какие-то ритуалы вам делали уж какого-то дурака вызывали весь вон смотрите какая полукруглая ниша сделана в стене может здесь какая-то статуя должна была стоять или может даже стояла или это нет ну камин не может быть здесь он какая-то идет вентиляция почему-то отсюда но непонятно здесь очень тихо еще один выход на улицу просто балкон наверно был так понимаю когда-то он пытались сделать пристройку к мы еще одна лестница вниз блин она мне очень нравится это мы за на самом деле хоть она вся разбомбленная но что-то в ней такое есть какая-то тайна или загадки здесь уже советская плитка это белая ублюдская песо ровная она была здесь тоже остатки кирпича сложены тут что очень непонятно для коммуникации так еще один спуск вниз камин очень сложно вот так вот угадывать что-то было на самом деле так я предлагаю подняться на второй этаж где-то здесь было лезть видео видишь на камнях воли написано может они дурака вызывали я думаю вообще офигенно выглядит конечно пойдем на второй этаж здесь ветерок уже забывает а был подъем еще выше но следующий тут уже положено бетонная плита ага особо идти короче тут некуда да туда блин опасно так конечно ходить доски очень стрёмные куда что-то особо не пройдешь туда еще можно было бы пройти но похоже не судьба тут пытались сделать но эта штука видеть обвалилась она валяется внизу это аккуратно пройду не хочется падать нужно мне тут тоже не пройти все странно выглядит лестницами никуда я так понимаю это весь второй этаж остальное нужно уже не пройти пролезть по этим камням что-то очень как-то стрёмно набирать высота тут метра четыре или пять больше на четыре точно метра хоть пол деревянного все равно травмы будут не боюсь что наверно все она еще выше шла но пойдем да тогда попробуем спуститься смотрим боковые комнаты не забыл про них в принципе если такие комнаты все будут у нам на второй этаж подниматься не надо будет что мы снизу и второй этаж тоже посмотрим такая вот маленькая комнатка ну это не маленькая это большая следующие маленькие посмотрим я бы тут спальню сделала окей если купим тогда сделаем купилка от валюты покупать и делать видишь та большая маленькая здесь странно почему-то рельсы перекрытия идут под каким-то странным углом первый раз так вижу видимо это связано с каким-то техническим решением вот здесь в тачке какой-то странный запах да но я не могу определить что это сначала думала что гуйка у Мерлана вроде не он какой-то вроде старый но он не неприятный да он какой-то такой стариной какой-то но одновременно и вонючий вот какая балка мощная валяется она упала сверху откуда не особо чего осталось даже если мы с той стороны поднимемся да сейчас попробуем так ну там и были внизу ну попробуем подняться посмотреть вот тут целая стенка выложена а наверху вот эти бетонные плиты неплохие конечно они уже вон немножко эрозия их ест изнутри ну держатся пока относительно свежий выглядит как будто даже не советские уже из нового времени ну вот советская стеночка да я это только что снимаю вон еще кстати выше можно подняться это какая-то еще самая темная но она не нравится окей так и запишем а здесь только по балкам что аккуратненько попробуем перескать астражем будет торчат всякие странные ну вроде она выдержит но уже она не знаю есть смысл этого дальше идти не хочется падать очень не хочется падать нас отпуск меньше чем через неделю да вон крышу зато можно посмотреть как она выглядит крыша кстати относительно новая ее делали уже в новое время и сделано она довольно таки неплохо потому что здание все ну относительно сухое скажем так вот ну даже не относительно в принципе сухо сейчас не дождь идет нигде ничего не течет внутри сухо вот так вот это все выглядит так подвиси хочу пройти там смотри висит она опирается на ту штуку она какая-то кривая ну да ладно я бы это вместе не лязну не будем да будет лихо пока она тихо в общем на самое тогда не будем подниматься попробуем посмотреть еще здание которое окружает эту мызу пару зданий мы обошли они были закрыты и сейчас попробуем еще вокруг побродить так это мы за выглядит снаружи совсем прямо не обходить не будем потому что тут дикие заросли и сейчас ноги поломаем клещей наловим потому что в этом году я уже двух клещей с себя снимал это просто сладенький туалет он есть но мы не будем в него заглядывать но вот здесь видим как бы зону отдыха вот такое сделано наверное кто-то шесточки дел вот здесь вот эти вот вспомогательные постройки различные там были качели вот эти эстонские ну да мы видим гигантские пилы с лесопилки вот и стоит такая буханочка у вас стоит заброшенная вся сгнившая побитая я сделал пару фоток ее выложил их в инстаграм жизнь ее потрепала там колеса еще лежат они в рейнвер гудниер интересно вот в принципе все тут еще такие селки какие-то стоят вокруг древние это вон более какая-то более действующая седлушка рычаги управления есть так и прицепляли за трактор не она и не знаю что она делала не сеяла а не знаю как это сказать я городской житель то ли спахило да то ли баранила короче это что-то сельское как раз ну вот да но это что-то всплыло из литературы что-то слово вот этот дом вроде закрыт вот в нем еще лет пять назад кто-то жил вот так вот это все выглядит я думаю на сегодня будем закругляться подписывайтесь на канал подписывайтесь на инстаграм вон там котик кстати идет если видите вот а мы наверное поедем дальше и оставайтесь с нами